Всем привет! Давненько я не записывала видео с разбором красивых нагибучих боев. Ну, просто все, повода как-то не случалось, не было хороших боев. И вот с вводом в игру новой ветки шведских средних танков повод наконец-таки появился. Сразу скажу, что детального разбора боя как такового не будет. Бой хоть и жирненький получился на урон, но разбирать тут по сути нечего. Поэтому я решила больше рассказать про саму технику и свои впечатления от нового геймплея. Итак, как вы уже могли заметить, я играю на танке UDOS 15-16. Это вершина развития новой ветки шведских средних танков. Бой против девяток и десяток без арты. Просто идеальный сетап для настрела. Карта Химмельсдорф. Я еду на гору, потому что это единственное место на карте, где можно реализовывать главную фишку этой техники во всей красе. А главной фишкой тут является гидропневматическая подвеска, которая позволяет опускать ствол на рекордных 13 градусов вниз и поднимать на 25 градусов вверх. Режим гидропневматики активируется автоматически, как только скорость танка падает ниже 20 км в час. И в отличие от всяких стерв, никаких дополнительных кнопочек жмакать не нужно, что не может не радовать. Внушающие углы склонения орудия отлично дополняются превосходными углами наклона брони всей верхней части корпуса, что позволяет при должной реализации отбивать снаряды любого калибра. Ну, кроме фугасов, конечно же. Именно эти две особенности в совокупности позволяют шведским средним танкам играть в позициях, в которых любой другой танк будет чувствовать себя некомфортно, что делает их геймплей уникальным и интересным. Хотя стоит уточнить, что восьмой уровень этой ветки лишен всякого бронирования, никакие углы наклона ему не помогают, поэтому весь вкус танкования можно распробовать только на девятом и десятом уровне. Кстати, в этом моменте я очень сильно ругалась на союзного тортойза по очевидным причинам. Ну а к достоинствам УДАС-15-16 также можно добавить его незаметность. Конкретно в этом бою она мне, конечно, не пригодится, но сказать про нее обязательно стоит. Коэффициент маскировки у него выше, чем у любого среднего танка-одноклассника, даже выше, чем у К-91. Но все же он не рекордный в игре и уступает СТРВ и некоторым легким танкам. Ну и как же не сказать про пушку. Орудие у УДАС-15-16 интересное, но не уникальное. Разовым уроном в 440 единиц среди средних танков десятого уровня также может удивить противника 121 и объект 430У. Средний урон в минуту у этого танка и точность такие же, как у 121. А сводится он чуть быстрее, чем 430. Короче, точность нормальная, но далеко не лучшая на своем уровне. А вот с бронепробитием тут другая история. 254 мм базовым подкалибером и 310 мм голдовым кумулятивом. Ну, хуже только у АМХ-30Б. И то, как мы знаем, временно. А еще скорость полета снарядов, что одного, что другого, оставляет желать лучшего. Эти два параметра снарядов делают стрельбу не такой комфортной, как хотелось бы. Но в целом терпимо. И так сойдет. Скоростью этот танк тоже особо не выделяется. 50 км в час – это и не хорошо, и не плохо. Это нормально. Это значит, что ты в целом едешь более-менее бодро, но в каких-то моментах можешь приехать позже, чем противник, или где-то не успеть уйти, если забудешь про миникарту. А вот обзор у этого танка вообще странный. 390 метров – это самый низкий обзор среди средних танков 10 уровня в игре. Поэтому, если у вас нет перков на обзор в экипаже «Орлиный глаз» и «Радио Перехват», или вы не играете с доп. пайком, ставьте оптику вместо вентиляции. Ну и на остальные два слота – стабилизатор и досылатель, соответственно. Достоинства этого танка мы с вами разобрали. Мелкие неприятности тоже озвучили. И теперь пришло время назвать главную причину, по которой УДУС-15-16 не имба. В начале видео я говорила о том, как клёво можно на нём отбивать снаряды противников. Но тут не всё так просто, как кажется. Танкование на УДУС-15-16 – дело тонкое. Такое же тонкое, как и его броня. Из-за слабой толщины брони всего корпуса танк сильно страдает от фугасов, а артиллерия быстро потушит эту имбу на любом рельефе. В корпусе тут всего 50 мм, а это значит, что все большие дрыны с калибром свыше 150 мм будут превращать вашу верхнюю лобовую деталь и бортину в решето. По правилу трёх калибров не пробивается только башня. Тут 100 мм брони, и при диких углах её наклона есть большая вероятность рикошета в принципе от любых орудий, кроме фугасных. Самой уязвимой частью корпуса этого танка, который постоянно тебе мешает, это стык верхнего и нижнего бронелистов. У него нет таких крутых углов, он вообще какой-то квадратный получается. Он очень легко пробивается, и под ним находятся баки, которые постоянно критуются и часто загораются после первого попадания. Поэтому, играя от рельефа, очень важно, пользуясь гидропневматической подвеской, прятать эту зону и не выкатываться больше, чем нужно. Ну а если ты сомневаешься в обязательности этой процедуры, то я продемонстрирую, что может пойти не так, если ты не спрячешь хотя бы миллиметр своей передушке. Кстати, в башне также есть уязвимая зона. Это самый выпуклый лючок, в таком ракурсе он находится справа. Отчетливо видно, что угол наклона у него не такой хороший, как у всей башни, и на ближних дистанциях достаточно легко выцеливается это место. Ну и раз уж все танкование на этом аппарате упирается исключительно в углы наклона брони, то стоит понимать, что любой танк, который будет стоять выше, чем твой, будет без проблем тебя пробивать. Все эти нюансы с броней и углами требуют постоянного контроля и адекватной оценки своих возможностей и возможностей противника. Важно понимать, в какой момент и на кого ты можешь выкатиться и танкануть, а в какой момент лучше рисковать не стоит. Важно постоянно следить за своим корпусом, чтобы ничего лишнего у тебя там не выглядывало. Важно заранее опускать носик своего танка перед тем, как показаться противнику. Также стоит не забывать о том, что углы на борта тут намного меньше, а при движении корпусом подвеска начинает раскачиваться и прицел немного шатается, из-за чего тратится больше времени на прицеливание. Весь геймплей на УДАС-15-16 привязан к рельефу и всяким выпуклостям. На ровной поверхности этот танк становится совсем обычным, лишенным всяких преимуществ и во многом уступает своим одноклассникам. Короче, если хочешь чувствовать себя королем ситуации, ищи рельеф. В целом, танк хороший, необычный, интересный, с большим потенциалом, но требователен к исполнению, то есть килозависим. Стоит ли его качать, решать тебе. Мне танк понравился. Ну, а что касается боя, который вы только что посмотрели на фоне, я могу сказать, что мне просто повезло. Повезло с картой, повезло с сетапом, повезло с неумелым противником, повезло с пассивными союзниками, которые и не сливались особо, и не наносили урона особо. По-другому, такие цифры урона редко настреливаются. Единственное, что примечательно в этом бою, это то, что он длился чуть меньше 6 минут. Да, 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 10 тысяч урона за 6 минут. Ну, а для тех, кто сейчас побежит в комментариях писать о том, что это не она играет, за нее играет страйк, я скажу, что этот бой был сыгран на стриме, и ссылку на него я оставлю в описании под видео с соответствующим тайм-кодом. Ну, а у меня на этом все. Жмакни лосика, если тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, нажми колокольчик, если не хочешь пропускать прямые трансляции, и пока-пока!